здравствуйте уважаемые гости компания кодерлайн приветствует вас на нашем сегодняшнем вебинаре и поговорим мы про розничную торговлю вы видите на экране наши контактные данные то есть наша электронная почта телефоны наши телеграм-каналы и собственно говоря адрес нашего сайта если вам по какой-то причине оказалось на дом например проведение время проведения вебинара или вы не смогли досмотреть до конца то через некоторое время мы выкладываем запись вебинара на нашем сайте и вы можете его посмотреть уже когда спокойном так сказать состоянии вам позволяет время и не напрягаться на какие-то другие дела ведусь вебинар сегодняшний я консультант аналитик галина гардышева и милости просим так сказать приглашаем вас к сотрудничеству мы можем ответить на ваши вопросы особенно если вы их зададите в принципе любым удобным для вас способом у нас в этом случае будет больше времени на формирование ответа и он уже будет сформирован естественно конкретно индивидуально под вашу ситуацию под ваши реалии сегодня мы с вами поговорим по поводу розничной торговли как я уже сказала программа нашего вебинара вы видите ее на экране и поговорим мы с вами на примере гирпи как бы построена наша сегодняшняя встреча но некоторые нормативные материалы мы будем показывать на слайдах и параллельно будем переключаться на демо версию я сейчас переключилась и смотреть настройки которые мы будем выполнять для того чтобы розничные розничную торговлю активировать и соответственно дальнейшие настройки произвести чтобы работал блок ну так как надо и сейчас я снова переключаюсь я снова переключаюсь на наши слайдики и и мы поговорим и про настройки которые требуются создать до начала работы соответственно поговорим про продажу про отчеты о продажах про возвраты товаров потому что есть специфика если товары например розничной торговли возвращаются покупателям день в день то есть до закрытия кассовой смены или если возвраты происходит уже через какое-то время ну например на следующий день то есть после закрытия кассовой смены за текущий период и за текущий день посмотрим какие отчеты мы можем по розничным продажам сформировать ну и собственно особенности некоторые которые есть при работе с розничной торговли именно в конфигурации и так у нас с вами очень интересный момент на самом деле некоторое время назад достаточно сильно различались понятия что относится к розничной торговли что относится к оптовой торговли но это еще началось когда у нас было инвд то есть соответственно когда нужно было дифференцировать что относится к розничной торговли что мы можем учитывать на инвд но тем не менее сейчас ситуация чуть-чуть изменилась то есть более конкретизировали что относится к розничной торговли хотя и нвд у нас уже как вы знаете и отменено собственно говоря и сейчас к розничной торговли относятся продажи которые осуществляются конечным потребителям то есть физическим лицам например то есть не для перепродажи и не для участия в дальнейших коммерческих действиях и сейчас действует федеральный закон вы видите на экране как бы данные по этому закону когда он был принят то есть он не новый он уже достаточно такой солидный возраст имеет но тем не менее для розничной торговли применяются такие понятия то есть торговая деятельность как вы видите которая связана с приобретением и продаже товаров а что такое оптовая торговля у нас есть другого определение то есть оптовая торговля это торговля связана с приобретением и с дальнейшей перепродажи то есть для цели не связанных с личным потреблением ну а розничная торговля это соответственно для конечных пользователей то есть для приобретения в использовании в личных семейных домашних или иных ценностей которые не связаны дальнейшей коммерческой деятельностью на самом деле достаточно важно различие поэтому я заостряю на нем ваше внимание и так для того чтобы настроить розничную торговлю в ерпи необходимо сделать некоторые настройки то есть не необходимо активировать этот блок и задать определенные параметры сейчас есть несколько вариантов использования розничных особенностей скажем так то есть это есть и отдельная конфигурация 1с розница или можно использовать вот проведя определенные настройки и естественно ерпи в этом случае если мы например все делаем в одной программе то есть и оптовую торговлю розничную ведем то вопрос становится нас про настройки про аналитику и так далее то есть для того чтобы активировать блок розничной торговли мы с вами должны будем перейти вот я вам показываю слайдик раздел mc и администрирование то есть нормативно справочная информация и администрирование и интересовать нас будет здесь блок продажи мы с вами сейчас переключимся на саму конфигурацию и потрогаем ручками так сказать этот раздел вот мы с вами переключились раздел mc и администрирование и вот он наш блок продажи то есть в принципе если вы уже сталкивались или работали в ерпи то вы знаете что раздел mc и администрирование так сказать грубые настройки то есть активация тех функциональных опций которые вам нужны в вашей деятельности и справочники или настройки которые необходимо сделать для общих показателей и уже конкретно по разделу мы с вами выходим в раздел продажи у меня есть уже открытые то есть у нас с вами есть варианты оптовая продажа розничная сейчас мы свернем ну соответственно работа с торговыми представителями и так далее нас с вами интересует раздел розничные продажи и вот теперь когда мы перешли в этот раздел мы выбираем особенности которые свойственны именно вашему именно вашим бизнес процессом вашей организации то есть во первых естественно мы ставим отметочку чекбокс вот этот красивый зеленый флажок что мы вообще ведем розничные продажи в этом случае активируется этот блок и этими функциональными опциями мы можем уже работать дальше соответственно будем ли мы работать со скидками или с оплатой то есть то что будет отражено в теке ккм да ставим а потому что сейчас у нас достаточно много ситуации когда назначаются скидки акции так далее то есть да мы будем с этим работать задаем период хранения отложенных чеков как видите здесь под каждой настройкой есть подсказочка вот например как здесь хранение отложенных чеков в течение указанного количества дней то есть мы их можем либо отправлять по почте например по смс по телефону сейчас это требование законодательства либо архивировать производить архивирование чеков при закрытии кассовой смены то есть когда мы закрываем кассовый день у нас отражается только выручка за день а сами чеки архивируются то есть убираются из журнала и так далее это не всегда удобно и поэтому здесь есть возможность выбора то есть мы можем удалять чеки оставлять только итоговые которых при закрытии чек при закрытии кассовой смены формируются или производить их архивацию хранить вот это количество дней которые мы с вами укажем значит соответственно здесь и здесь мы можем указать количество дней в течение которых мы будем архивированные чеки хранить работать с ними так далее будем ли мы использовать какие-то подарочные сертификаты и будет ли у нас работать несколько касс ккм то есть на самом деле касса ккм это немножко собирательное название то есть это могут быть и кассы это могут быть и фискальные регистраторы ну то есть любая техника которая у нас разрешена законодательством то есть входит в реестр разрешенных ккм и естественно зарегистрированы налоговых органах и то есть должен быть договор с фискальным регистратором который будет получать сведения о ваших продажах и соответственно показывать эти данные для налоговых органов чаще всего но если у вас небольшое предприятие то возможно вам не нужно ставить вот этот чекбокс но если это крупное какое-то предприятие крупный торговый центр например то естественно несколько касс вам будет нужна если вы будете использовать какие-то шаблоны например этикетки ценники на то можно такие шаблоны сюда прикрепить и но это как бы уже отдельная функциональность самое важное что у вас должна быть включена опция что вы ведете электронные чеки согласно фаза 54 и естественно пользуйтесь возможностями которые для этого предоставлены отметка электронными сертификациями ну вот здесь вот это естественно уже то что касается вашего конкретного торгового процесса но если вы предполагаете что вас будет такая функция лучше проставить отметку проставить хотя вы можете конечно сюда вернуться и позже отредактировать то что например не успели сразу это настройка мы с вами вот сейчас посмотрели на настройка через и администрирование сейчас мы снова вернемся с вами к нашим слайдиком вот то что мы с вами сейчас посмотрели так сказать на местности и заполняли мы с вами вот этот блок розничные продажи то есть соответственно проставляли чекбоксы которые соответствуют вашим бизнес-процессам и видите я специально выделила что электронные чеки то есть соответствие законов за 54 а вот теперь ну и вот через инсы и администрирование те настройки которые нам еще с вами нужно будет вы выполнить ну во первых нам нужно будет создать склады то есть магазин склад может быть назван например магазин там номер какой-то номер там 100 неважно то есть по номеру магазина но в этом случае обязательно у такого склада должен стоять признак что это розничный склад потому что у розничных и у оптовых складов но предусмотрены разные функциональные опции и еще один момент на который нужно обратить внимание то есть соответственно мы должны создать склады и магазины и создать кассы ккм то есть кассы ккм может работать в онлайне и соответственно в этом отношении у нас тогда будет своя специфика то есть у нас будет достаточно много чеков ну как бы в обычной рознице и в конце дня будет очень важно что мы с этими чеками какую настройку указали что мы делаем с этими чеками ну и естественно инкассация денежных средств из кассы и внесение денежных средств в кассовые узлы расчеты можно если так сказать и нам нужно будет обязательно обратить внимание на вот этот пункт рмк и оборудование то есть это рабочее место кассиров встречается достаточно часто в в интрукциях в разных справочниках в текстах которые можно найти в интернете то есть рмк это у нас рабочее место кассира и через это рабочее место мы должны будем уже подключить кассовую технику ну соответственно перед этим создав склады и магазина и кассу ККС я буду сейчас мы с вами снова переключимся на демо базу пока и то что я сейчас только что проговорила посмотрим на местности то есть мы с вами через раздел føрыл подраздел Нас будет интересовать организация. У меня задана возможность работать с мультифирменным учетом, то есть несколько юридических лиц. И в этом случае я настраиваю для каждого юридического лица структуру. То есть я создаю склады, магазины, оптовые склады, розничные склады. То есть создаю структуру вашего конкретного предприятия. И здесь уже мы создаем и учетную политику, в которой мы предусматриваем, что у нас будет розничная торговля. И, соответственно, создаем там и кассы, и кассовые аппараты. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Это мы с вами посмотрели в организации, в настройках НСИ по организации. И теперь нас интересует рабочее место кассира. Значит, когда мы возвращаемся в нашу демо-базу, и вот у нас здесь РМК. Вот он, расчет, рабочее место кассира и оборудование. То есть, соответственно, люди, которые выполняют настройки, должны иметь более расширенные права, чем сами кассиры, которые уже работают внутри контура. То есть, первое, мы разрешаем использовать подключаемое оборудование. Это в том случае, если кассы подключаются напрямую к вашей конфигурации, то есть работают в онлайне. То есть, видите, здесь есть тоже небольшой комментарий, что это такое, чтобы вы сразу не испугались. Ну, соответственно, это не только сами кассовые аппараты или фискальные регистраторы. Это и сканеры штрих-кодов, и, ну, то есть, может быть, весы, эквайринговые аппараты. Ну, то есть, любое подключаемое оборудование. Ставим обязательно флажок «Обмен с подключаемым оборудованием». И в этом случае, соответственно, уже настраиваем подключение. Вот это чаще всего лучше делать либо системным администраторам, либо специалистам, которые сопровождают ваше торговое оборудование. Ну, то есть, например, кассовые аппараты. Ну, то есть, воспользоваться помощью уже конкретных специалистов. И посмотреть обязательно по гиперссылкам, какие мы дополнительные настройки хотим включить в этот раздел. Я имею в виду вот эту, например, гиперссылку. Мы по ней переходим и заполняем все, что знаем. Хочу обратить ваше особое внимание, что от полноты заполнения всех справочников и всех дополнительных режимов необходимо заполнять, не пропуская поля и, соответственно, максимально точно указывая информацию. То есть, во-первых, мы настраиваем, кто может быть продавцом, то есть, кому можно в права доступа включить вот такие роли. И потом добавляем совершенно конкретно кассовые. Мы уже создали сами из магазины и кассовые аппараты. То есть, соответственно, мы уже выбираем нужный нам кассовый аппарат. Без подключения или с подключением. То есть, если мы выбираем без подключения, то это может значить, что в этом случае касса не подключена напрямую к нашей программе. Работает в оффлайне и мы выгружаем, например, уже итоговые данные. Ну, соответственно, мы выбираем оборудование, которое мы должны... Извините, оно долго будет формироваться. Если вот здесь мы останавливаем курсор и задерживаем курсор, то будет пояснение, что это такое. Ну, сейчас у нас справочник здесь, естественно, включен учебный. Поэтому обратите особое внимание на то, что кассовый аппарат должен быть разрешен к использованию и, в принципе, зарегистрирован, естественно, на сайте налоговых органов. И вы можете после этого начинать работать. Какая предусматривается инкассация? То есть, вы можете инкассировать деньги, например, инкассаторским службам, ну, либо сотруднику, которому поручена эта функция. Либо у вас может быть сдача денег в главную кассу. То есть, соответственно, в нужных случаях мы проставляем отметки. Сейчас я эти отметки ставлю для того, чтобы вам показать. То есть, ну, не совсем на БУП, но поскольку у нас учебный вариант, то у нас могут не совпадать справочники разрешенных и так далее. Поэтому на это обращайте внимание, что это именно ваш кассовый аппарат, что он разрешен к использованию, ну, и так далее. После того, как вы сделали вот эти вот, выполнили вот эти настройки, еще надо предусмотреть вариант такой, что будет ли у вас дополнительная авторизация для работы с этим блоком. То есть, вот этот вот чекбокс, вот этот, как только я поставила отметку, у меня, как вы видите, стала активна гиперссылка для того, чтобы конкретизировать, кто конкретно может работать с этим рабочим местом. Так, все, это мы закроем. Соответственно, это мы с вами на закладочке ККМ производили действия. То есть, мы здесь можем добавить список целый. А на закладочке КАСы мы можем с вами выбрать, ну, и, естественно, для какого юрлица мы делаем эти настройки. И второй, какое кассовое оборудование у нас должно быть подключено именно вот к этой конкретной кассе в этом юрлице. Такая же история у нас произойдет с эквайринговыми терминалами. То есть, мы, соответственно, с вами должны заполнить эквайринговые терминалы практически. Сейчас они есть в любых торговых точках. То есть, с эквайрингами у нас сейчас не работают только, ну, наверное, очень ленивые. И системы, платежные системы. То есть, соответственно, в этом случае мы выбираем, если используются еще платежные системы, если у нас есть, если вы с ними работаете. После того, как задали настройки конкретные для рабочего места, мы считаем, что все, мы готовы к подвигу. Мы можем переключаться уже на работу именно с кассовыми аппаратами и именно с розничной торговлей. Сейчас мы отсюда уходим. И еще раз вернемся к нашим слайдам. Это мы с вами посмотрели вот этот подраздел через раздел «Ансои и администрирование». Следующий слайд – это то, что я вам уже рассказывала. То есть, мы создаем склады, обязательно выбираем признак розничной, ну, соответственно, кассы. И еще одна тонкость. Если мы подключаем контрольную технику к нашей программе, к нашей конфигурации, то есть, если эта техника подключена в онлайне, то мы выбираем фискальный регистратор. Независимо от того, какой тип у нас на данный момент. Сейчас я сделаю чуть-чуть побольше масштаб, чтобы было видно, как мы настроили. То есть, как вы видите, это у меня настройка складов и магазинов. И, в общем-то, вот наша структура, которую я настроила, то, что у меня есть, какие у меня есть магазины и как я с ними могу работать. Если кассу мы не подключаем в режиме онлайн, то в этом случае мы выбираем автономное ККМ. Ну, естественно, все зависит от вашей специфики. Возможно, у вас не фискальный регистратор. Возможно, сейчас очень распространенная услуга. Аренда, допустим, через Сбербанк фискальных регистраторов, аренда кассовых машин, которые напрямую выполняют не только функции обычного фискального регистратора, но и там еще позволяют делать некоторый анализ, что продается, когда продается, то есть время максимального, допустим, потребительского спроса или, ну, короче, производите определенные анализы вашей торговой деятельности. Когда мы настраиваем кассы, то есть вы видите, это журнал кассовых аппаратов, которые вот у нас, допустим, мы предполагаем, что будут работать в нашем предприятии. И, соответственно, на каждую кассовую единицу мы создаем точно такие же настройки, то есть нужно найти, зайти и настроить кассовые аппараты. Если вы, допустим, подключаете онлайн, чаще всего это делают специалисты, которые вам либо продали эту технику, либо осуществляют ее сопровождение, то есть обновление и так далее. Ну, то есть там будут уже технические настройки, которые, конечно, лучше, чтобы делали все-таки специалисты, которые работают с этими кассовыми аппаратами, потому что некоторые параметры пользователь может и не знать. На самом деле это технические подробности, они не будут влиять на учет, то есть на правила организации учета, но, тем не менее, на них тоже нужно обратить внимание. И при настройке рабочего места кассира, это мы с вами туда уже заходили, смотрели, мы на закладочке кассы добавляем, как я уже говорила, конкретные физически кассовые единицы. И закладочка, допустим, ККМ-1, ККМ-2, то есть здесь у нас может быть достаточно много этих кассовых аппаратов. И еще один слайдик. Это у нас с вами подключение торгового оборудования. И здесь конкретное уже сведение про данный аппарат, его наименование, ну, то есть, как вы видите, полностью подробности подключения и более полная информация про сам кассовый аппарат. Точно так же настраивается работа с экваринговыми терминалами и с инкассацией. То есть, на самом деле, когда мы с вами задаемся мыслью о том, что нам надо настроить работу с экваринговыми аппаратами, у нас с вами возникает сразу два наших контрагента, с кем мы будем иметь дело. То есть, это банк и это экваринговый оператор. Соответственно, мы настраиваем подробности, какое конкретное оборудование у нас стоит. У нас вот есть кнопочка выбора. И настраиваем работу, что, например, у нас выручка может поступать на конкретные счета. То есть, у нас может быть у предприятия несколько счетов, а экваринговый оператор работает, например, с каким-то одним банком. А на другом торговом месте может быть экваринговый оператор, который подключен к другому банку. Здесь уже все зависит от ставок, соответственно, банка за зачисление, комиссии за зачисление, ну, либо от каких-то других уже конкретно ваших индивидуальных особенностей бизнеса. Или, наоборот, от удобства экваринговых аппаратов. То есть, есть экваринговые аппараты, которые считывают и штрих-кода при торговле, то есть оплату через удаленные сервисы. Ну, то есть, достаточно большое сейчас разнообразие, и уже эта система обкатана, то есть, не вызывает таких сложностей, как было, например, ну, несколько лет назад, там, когда только внедрялась эта техника, то были достаточно большие сложности, а как подключить аппарат, а как настроить обмен и так далее. Сейчас уже большинство таких вопросов снято, поскольку все-таки обкатывается. Так, и мы с вами еще один слайдик посмотрим. То есть, после того, как мы произвели настройку через раздел НСИИ администрирования, после того, как мы настроили рабочее место кассира и подключили, ну, соответственно, разную технику, то мы в этом случае можем переходить дальше. Что значит дальше? Переключаемся на демо-базу, и дальше это мы переходим в раздел продажи. Ну, поскольку работать-то нам именно в нем придется с нашим оборудованием и с нашими всеми подробностями. Итак, когда мы с вами включаемся в раздел продажи, у нас так же, как и во всех других разделах, здесь имеются еще некоторые настройки, так сказать, уже тонкая настройка, которая касается конкретно этого раздела, этого режима. То есть, обратите внимание, отчеты, которые мы можем получить, у нас выделены в отдельный пункт, и мы попозже туда еще переключимся, поговорим, что у нас там есть и что мы можем получить. Ну, и здесь у нас есть еще один очень интересный помощник продаж. Помощник продаж – это, собственно, тоже рабочее место, которое помогает оформить розничную продажу. Мы заполнять подробно не будем, потому что, к сожалению, время это занимает достаточно много, а так по смыслу интуитивно понятно порядок заполнения. То есть, мы, соответственно, выбираем нашего клиента, либо контракента. То есть, у нас клиент – это может быть группа юридических лиц. То есть, мы в этом случае выбираем клиента, и уже потом контрагента – конкретное юридическое лицо, которое входит, например, в группу. Там, дорогая копыта, левая копыта, правая копыта. Ну, то есть, я, естественно, утрирую, то есть, конкретные наименования юрлиц, которые имеют ТНС. И, естественно, мы должны выбрать организацию, по которой будет происходить эта операция. И дальше подробности заполнения уже вот именно этого раздела, ну, конкретно для данной ситуации. Так, сейчас мы это закроем, чтобы нам не мешалось. Вот так. Вот. И дальше раздел «Продаж». Что нас интересует? То есть, соответственно, рабочее место кассира уже настроено. Мы можем видеть вот здесь и войти, естественно, туда мы можем. То есть, то, что у нас выделено жирным шрифтом, как вы знаете, это итоговые либо журналы документов, либо конкретные. Так, сейчас поднимем, а то он тут затылает немножко. То есть, это вот у нас с вами рабочее место кассира. И здесь уже идет конкретно печать нового чека. Если у вас произошел возврат по чеку в день в день, то есть до закрытия кассовой смены. Ну, соответственно, здесь у нас будет отражаться номенклатурный перечень, который мы выбирали для конкретного каждого чека. Ну, как вы видите, здесь вот у нас есть возможность и ККМ, и скидки. Если у вас предусмотрена и настроена система скидок и так далее, либо если вы работаете с терминалом, то через терминал, если с наличными, то наличными. Обратите внимание, вот на какой момент. Если вы работаете с акваринговым аппаратом, то есть через кассу, которая безналичный расчет принимает, то в этом случае вам нужно следить, когда происходит возврат. Вам нужно следить за тем, чтобы возврат осуществлялся на ту кассовую, на ту карту, по которой производилась оплата. Потому что в противном случае эта ситуация строго отслеживается. И в противном случае вы можете заработать, так сказать, комиссию по проверке от акварингового оператора. И, соответственно, вы можете попасть в группу риска, как недобросовестный предприниматель или коммерсант, а потому что эта ситуация попадает под определение отмывания денежных средств. То есть совершенно конкретно то, что попадает под жесткий контроль. И придется писать и пояснительную записку, и пояснительную записку требовать от покупателя, почему это так произошло и так далее. И здесь на самом деле не особо большую роль играет, что это была, например, карта жены или карта ребенка. То есть в любом случае определенные действия вам придется произвести и потерять некоторое время. Поэтому на это надо обращать особое внимание. Так, мы рабочее место кассирования сейчас закроем. Итого в меню продажи вернулись. Сел в раздел розничные продажи. И, соответственно, здесь у нас есть отчеты о розничных продажах и о розничных возвратах. То есть когда у нас возврат происходит день в день, мы можем вернуть денежные средства покупателю. Если возврат происходит не день в день, то в этом случае, ну, например, на следующий день человек пришел или там через какое-то время, то в этом случае денежные средства, возврат производится только через главную кассу. То есть прийти в этот кассовый узел расчета и потребовать обратно деньги человек не может, и мы не можем ему их вернуть. То есть из кассового, из рабочего места кассира мы можем оформить такой возврат только день в день. В остальных случаях возврат производится через главную кассу. И, соответственно, в этом случае требуется, чтобы это было правильно оформлено, то есть чтобы вы получили заявление от человека, ну, чтобы он прокомментировал, по какой причине он там осуществляет возврат. Ну, и, соответственно, дальше уже обычный процесс, то есть расход на кассу в ордер, что человек самостоятельно, лично расписался, ну, то есть обычные действия при возврате денежных средств. Как вы видите, здесь достаточно большое меню и интересует нас вот что. То есть, смотрите, мы с вами посмотрели помощника продаж, а теперь мы с вами посмотрим отчеты по продажам. Значит, в этом случае у нас выбор отчетов достаточно большой. Основной документ, по которому розничная продажа именно работает и закрывает денежные средства, это отчет о розничных продажах. И, соответственно, он может формироваться при закрытии кассовой смены, потому что если вы, например, сделали, ну, работали в кассе и не закрыли кассовую смену, у вас это высвечивается, ну, только что не на всех соседних дверях, то есть, что не закрыта кассовая смена и так далее. То есть, эта информация будет и в налоговый орган отправлена, то есть, в личном кабинете на сайте ОФД вы ее тоже увидите. И, естественно, и в программе будет предупреждение о том, что не закрыта кассовая смена. И вы можете смело работников, которые ушли и не закрыли кассовую смену, вызывать на расстрел и несколько раз это производить. На самом деле, это достаточно серьезное нарушение для работников, которые работают в качестве кассиров. Какие еще отчеты мы можем получить? То есть, ну, соответственно, отчеты по кассовому аппарату, которые у нас нужно посмотреть через личный кабинет на сайте налогоплательщика, например. И, собственно говоря, в зависимости от того, какой вид учета у вас настроен, то есть, например, в вашей торговой точке, ведете вы количественно, количественно самого учета или только суммовой учета. Ну, то есть, это уже индивидуальная специфика вашего предприятия. То есть, у нас здесь есть раздел «Оптовые продажи». Ну, в принципе, они достаточно стандартные, они встречаются и в других конфигурациях. И немножко дальше опускаемся. То есть, комиссионная продажа, если, например, это была розничная торговля. И вот он самый раздел, который нас интересовал. Это розничные продажи. Собственно говоря, это анализ, который можно получить, если у вас кассовый аппарат в онлайне. И, собственно говоря, основной отчет, который нас интересует, это, во-первых, естественно, движение денежных средств, а во-вторых, это валовая прибыль розницы по подразделениям. Потому что розничные торговые точки могут, во-первых, иметь несколько центров расчета. А во-вторых, они могут быть установлены и не в специализированных магазинах. То есть, это уже, опять же, зависит. То есть, опс, я не успела выбрать организацию. То есть, при выборе организации мы можем выбрать конкретное юрлицо, или мы можем проставить отметочки для всех. И в этом случае будет по нашей группе компаний все это сформировано. И, видите, здесь у нас есть специальный отчет в состоянии кассовых смен. Если вы, допустим, не знаете или забыли, что это такое, то подсказочки есть ко всем отчетам. Ну, естественно, можно подключить внешние отчеты и что-нибудь... Ну, если у вас есть какие-то дополнительные какие-то виды отчетов, вы можете их как внешние отчеты подключить. То есть, чтобы не создавать сложности, которые могут возникнуть при обновлении программы. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши... Ой, прошу прощения, не туда утащила. На наши слайды. Вот так. Делаем вот так. На наши слайдики. И вот это мы с вами посмотрели. То есть, в разделе продажи мы посмотрели настроенное уже рабочее место кассира. И после этого посмотрели само рабочее место. То есть, вот эти операции, про которые я вам говорила. То есть, продажа за наличный расчет, возврат и так далее. Вот еще раз слайдик про рабочее место кассира. И, собственно говоря, вот вы видите операции, которые можно производить. И, соответственно, вот, например, у нас операции с ККМ. Вот мы выбираем там, например, возврат, получение денежных средств, закрытие кассовой смены и так далее. Еще один слайдик, который я тоже, собственно говоря, демонстрирует нам возможность. Это, когда мы формируем чек. Мы можем формировать чек. Ну, во-первых, если у нас есть сканер, который подключен к оборудованию, то мы можем по штрих-кодам просканировать и так далее. То есть, вот подбор. Содержание чека, то есть, что мы с вами купили, что мы с вами выбрали, в этом случае мы будем видеть в нижней таблице. Ну и, соответственно, мы можем добавлять какие-то скидки, наценки и так далее. Это уже чисто вот сегменты, это уже настройка режимов продаж. То есть, если нам с вами нужна информация по сегментам, сегментам может выступать, например, одежда для мужчин, одежда для женщин и так далее. Ну, то есть, в зависимости от настроек, которые мы задали уже и в других разделах, и в общих настройках, когда запускали с вами программу. Еще один интересный момент в слайде. То есть, соответственно, когда мы закрываем кассовые смены, то есть, видите, закрытие кассовой смены. И дальше указания фискального регистратора, то есть, кассового аппарата и документы, отчет о розничных продажах. То есть, соответственно, у нас сформируются отчеты, мы можем их по журналу посмотреть. Ну, опять же, здесь еще зависит от того, какой мы с вами при настройках, про которые мы выше говорили, выбрали вариант. То ли у нас уничтожаются при закрытии смены чеки, то ли архивируются и хранятся там на определенных условиях определенное количество дней. Ну, если мы с вами, допустим, работали с наличными, то у нас при закрытии смены и при закрытии чека мы выбираем режим пробить чек и, соответственно, отправить электронный чек по e-mail, например, или как-то по-другому, или по номеру телефона. Ну, то есть, в зависимости от того, что выбрали. По возвратам. По возвратам обычно больше всего возникает вопросов о том, как оформить возврат. Чаще всего, как технически в конфигурации оформить возврат несложно, потому что, допустим, в рабочем месте кассира и просто из других документов можно сформировать этот... Возврат. Единственное, что обязательно помните про то, что вы должны взять заявление у человека, который возвращает деньги. При этом совершенно неважно, верну он, возвращает он деньги день в день или на следующий день или там через несколько дней. То есть, в этом случае заявление обязательно в любом случае. И после этого, соответственно, если это вернулся товар день в день до закрытия кассовой смены, то вы можете в рабочем месте кассира отметить, что возврат и осуществить этот возврат. И кроме того, что вы осуществили возврат, вы еще по-хорошему должны взять с человека расходный кассовый ордер. Если это уже не день в день, то, соответственно, это делает уже главная касса, то есть к розничным торговым точкам уже отношений никакого нет. То есть, точно так же оформляется возврат, заявление на возврат и точно так же оформляется расходный кассовый ордер. Но делает это уже не кассир, а не кассир торгового зала, а кассир, который ведет главную кассу. Приходный кассовый ордер никаких особенностей не имеет. То есть, приходный кассовый ордер, это, например, мы составляем в том случае, если у нас происходила, например, инкассация из кассового аппарата или из каждого регистратора. В этом случае на сумму, которую кассир сдает, делается приходный кассовый ордер в главной кассе, где мы указываем, вот как вы видите, что у нас произошла инкассация. На самом деле вариантов инкассации контрольной техники сейчас много. То есть, у нас есть и самая инкассация, есть и сдача через банк, то есть, через банкомат напрямую на банковский счет. Ну, то есть, вариаций инкассации достаточно много. При этом обратите внимание, что никто не отменил внезапные проверки кассовых аппаратах, то есть, налоговыми органами. Единственная тонкость, что сейчас налоговики не имеют права проверки без присутствия милицейских работников, то есть, обычно это должна быть, как минимум, комиссия из представителей, ну, сейчас полиция у нас, то есть, из представителей правоохранительных органов и налоговых. В противном случае это незаконно и можно обжаловать. Здесь достаточно много тоже тонкостей при организации розничной торговли, вот начиная от того, кто имеет право проверять, как организованы эти проверки, как зафиксировать проверки в самой торговой точке. То есть, у вас должна быть книга учетов, учета проверок и так далее. Но сейчас это уже не так непривычно, как было, допустим, несколько лет назад. Но, тем не менее, бороться с этим нужно. Естественно, об этом должны знать кассиры, которые работают. То есть, кто их может проверить, как это оформить, какие документы спросить у проверяющих. То есть, это уже не вызывает такого уморока, как было раньше, что, например, ой, а как я буду просить у них удостоверение, они же не дают его уроки. Ну, то есть, вот такие ситуации, к сожалению, бывают. Как вы знаете, розничная торговля, это, в общем-то, наиболее трудозатратный режим и наиболее, скажем так, опасный именно в отношении проверок. И в отношении штрафных санкций, которые после этой проверки возникают. То есть, к технике, конкретно к программному обеспечению, сейчас гораздо меньше, в общем-то, стало претензий, чем было раньше. Потому что уже достаточно сильно обкатана эта система. И, ну, по-моему, у нас вся страна начинала с того, что торговала в рознице. Так что, этот процесс достаточно хорошо уже и знакомый, обкатан, и много разъяснений по этому поводу. Как вы видите на слайдике, это, скажем так, напоминалка про то, что мы должны оформить внесение денежных средств, например, в главную кассу или получение разменных денежных средств для работы из главной кассы. То есть, в этом случае мы оформляем обычные документы, то есть расходно-кассовый ордер. И операцию выбираем выдача в кассу. Ну, может быть, текст не совсем такое слово-слово. Может быть, написано, например, выдача разменных средств. Но, тем не менее, это должен быть расходный ордер, и операция должна быть выдача в кассу. Можно указывать конкретно, какую там номер 301 и... Ну, то есть, уже это касается конкретно ваших реалий. Соответственно, делается это оформление расходных кассовых ордеров. Возвращаемся в нашу демо-базу. Наша демо-база и раздел «Казначейство». То есть, в разделе «Казначейство» у нас с вами есть, вот они, эквариинговая операция. И есть подраздел «Касса». И вот наши приходные и расходные ордера. Кассовые книги – это фактически отчеты, которые формируются по внесенным первичным документам. То есть, это приходные кассовые ордеры и расходные. Приходный кассовый ордер у нас выглядит вот таким образом. Например, сейчас выберем любое поступление. Вот здесь, в общем-то, совершенно стандартный вид документа. Никаких особенностей нет, кроме, в общем-то, ну, наверное, основания платежа. То есть, в основании платежа мы пишем, что и от кого и за что уплачено. Если есть возможность, конечно, такой дифференциация. И выводим на печать, соответственно, если это у нас приходный ордер, то расходный ордер выглядит тоже абсолютно стандартно. Он находится в разделе «Казначейство». Расходный ордер. И, ну вот, возьмем любой. Вот сдача в банк у нас. То есть, инкассация. Чаще всего инкассацию сейчас проводят либо электронно, то есть, через банкомат сдают деньги, либо, ну, если это крупная уже торговая организация, то либо через инкассаторские службы. Потому что, на самом деле, риск перемещения больших денежных средств достаточно большой и был, и сейчас есть. И предприятия, естественно, думают о собственной безопасности, а все-таки у инкассаторов она немного выше. В печатном разделе мы пишем «Выдать кому?» по какому документу. Там, например, доверенность, ну, либо какой-то другой документ. Указываем основания. Напомню еще раз, что в 1С, в принципе, в любых разделах лучше всего писать как можно более подробный текст и не оставлять незаполненных полей. Потому что в этом случае вы рискуете нарваться на штрафные санкции за неправильное отражение денежных операций. Ну, и, соответственно, в нашем случае приложение – это будет заявление, например, от покупателя на возврат денежных средств. Ну, и если это выдача разменных денег, например, в кассу, то, соответственно, приложение у нас не будет, а будет только основание заполнено. И подписи руководителей «Главный бухгалтер» будут подставляться в том случае, если вы аккуратненько заполняли первоначальные настройки и внесли при заполнении вашей организации все правильно, внесли ответственных лиц и указали фамилии и их должности. Если вы этого не сделали, то вам придется ручками заполнять вот эти вот поля каждый раз. Так, это мы с вами сейчас выйдем отсюда. Так, возвращаемся снова к нашим слайдам. У нас их немножко осталось. Это вы видите закрытие смены. Слайдик про закрытие смены. То есть, открытие смены, вот мы с вами смотрели, вот эта кнопочка у меня была выделена. Закрытие смены точно так же выполняется и рабочее место кассира, только уже вот другая закрытие смены. То есть, здесь, соответственно, очень похожие операции, только другая кнопочка будет выбрана из данного меню. И увидим мы на экране отражение вот таком, и только уже закрытие смены. Отчеты мы с вами тоже посмотрели. Я вам напоминаю, что они у нас собраны самой первой строчкой. Вот собраны в отдельное меню. И в этом отдельном меню у нас с вами интересует раздел розничной торговли. Ну, то есть, соответственно, то, что соответствует вашему основному виду деятельности по этой конкретной операции. И еще один момент. Это слайдик именно из раздела отчеты. Раздел продажи, подраздел отчеты по продажам. И вот он, блок розничной продажи, который мы с вами немножко посмотрели, поскольку, к сожалению, у нас уже время подходит к концу, и поподробнее мы их не можем посмотреть. Единственное, что хочется сказать снова, сейчас переключимся на нашу демо-базу, что в разделе продажи, то есть отчеты по продажам, и отчеты по продажам, розничные продажи. А что на самом деле, здесь мы можем делать достаточно много, не совсем стандартных операций. Я хотела обратить ваше внимание на вот такой отчет, то есть остатки бонусных баллов. В программе ERP есть возможность работать с бонусами. То есть это справочник у нас с вами, маркетинговые мероприятия. В других, допустим, конфигурациях, такой возможности нет. То есть там есть возможность учета скидок, там ручных, автоматических наценок, а вот бонусов там нет. И поэтому, ну, то есть есть определенные ограничения. А в конфигурации ERP у нас есть возможность работать с бонусами, которые начисляются, ну, например, там на объем продаж, на продажи каких-то определенных групп, ну, то есть в зависимости от вашей специфики. И еще один отчет, который, в принципе, касается розничной торговли, то есть про кассовые смены, это мы с вами уже проговорили, вот про бонусные баллы мы тоже поговорили. Есть еще отчет товарной, отчет ТОРК-12. Отчет этот очень давний и еще в советских времен нам достался. И формируется он как отчетность, собственно говоря, ну, чаще всего торгового зала или отдела, ну, то есть обособленного торгового подразделения. И формируется оно таким образом. То есть, если мы берем документы перемещения, например, какое-то, вот возьмем, пусть будет весенний сад, магазин. А здесь у нас нет магазина, но мы все равно выберем розничные склады, магазины. Возьмем, пусть будет ларек, розница. Ну и, соответственно, нажимаем сформировать, получаем вот такой отчет. То есть, скажем так, шапка, табличная часть, это унифицированная форма отчета. И в табличной части мы заполняем наименование организации и подразделения. Ну, соответственно, номер и так далее составляет такой отчет в соответствии с учетной политикой, которая у вас утверждена. Может быть, от ежедневного до, например, раз в месяц. И отражается в верхней табличной части у нас идет приход. То есть, перечисляются приходные документы без расшифровки по аналитике. То есть, чисто номер документа, дата документа, сумма документа. А в расходной части отражаются сами по себе фактически розничные продажи, возвраты и списание либо передачи розничных товаров. Может быть, просто перекидка в какое-то другое подразделение, в другой магазин. И, соответственно, выводится остаток, который у нас должен быть в торговом зале или торговом подразделении, месте. И вот этот вот документ на самом деле, скажем так, соблюдается вот именно правило документа оборота и составление вот этих отчетов в основном в крупных предприятиях. Мелкие торговые точки в основном либо тетрадочками ограничиваются, либо просто в программе считают. На самом деле, это основной документ, по которым должна производиться инвентаризация в розничных торговых точках. То есть, сама по себе инвентаризационная опись на титульном листе содержит расписку, что все документы сданы, документов на данный момент неоприходованных, там еще что-то такое, нету. И материально ответственные лица это подтверждают. То есть, они подтверждают, что все приходные документы, которые они получили, они отразили в авансовом, в товарном отчете. Все денежные средства, которые должны были быть инкассированы, они сдали и получили квитанции или приходные ордера с определенным номером. И их остаток составляет вот такую-то конкретную сумму. И только после этого можно начинать инвентаризацию, потому что в этом случае у нас отчет содержит сумму остатка, которую мы можем сверить с физическим наличием. Вот в этом случае инвентаризация будет считаться легитимной. Во всех других ситуациях, когда мы не составляем такой товарный отчет и не фиксируем имеющийся остаток, несмотря на то, что мы там можем написать документы, пояснительные, приказы, всех расстрелять и сразу насмерть. На самом деле такая инвентаризация будет нелегитимной. Взыскать с материально ответственных лиц мы ничего не сможем, потому что нигде не зафиксирован остаток товаров. Поэтому вот это, ну скажем так, последние лет 40 основной отчетный документ при введении розничной торговли. То есть, чтобы, соответственно, дальше можно было провести остатки, определить виновных, удержать с них, ну, соответственно, суммы недостачи или наоборот оприходовать какие-то излишки. Но при введении розничной торговли достаточно много нюансов. Говорить про нее можно очень много. К сожалению, у нас ограничено время, оно же закончилось. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайды. Так, наши слайды. Вот. И вернемся к началу, к титулимой листу. Мне хочется показать вам еще раз наши контакты, то есть, соответственно, телефоны, электронный адрес, телеграм-контакты, напомнить про наши сайты с записями вебинаров, пригласить вас к сотрудничеству. То есть, мы будем рады выполнить для вас любые работы с программными продуктами семейства 1С и не только. То есть, мы будем рады, если чем-то сможем вам помочь. Так что, приглашаем к сотрудничеству. Мир с теплой спросим. На этом разрешите попрощаться. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное нам время, внимание. И до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова